Всем привет, с вами как всегда я Заза и сегодня я как и обещал по заявочкам расскажу о том, как устроены гаражи в GTA Vice City Stories на версии PSP и что нужно делать, чтобы ваши машины не пропали из этих гаражей. Естественно эта информация получена не из какого-то там кода игры или напрямую от разработчиков, она получена методом проб и ошибок, поэтому может содержать так сказать не все, не всю информацию, так что будьте осторожны. Однако это самые наиболее частые случаи, которые происходят с вашими гаражами и именно поэтому в основном вы теряете машины. В общем, сегодня так сказать я прочитаю ровно то, что написал Rational Psycho, переведу вам это для вас и собственно говоря надеюсь после этого ни у кого проблем с гаражами не будет. Итак, давайте прямо начнем. Этот пост, если что, можно найти на вот этой вот страничке. Это GTA Forms, естественно гайд по уникальному транспорту, как вы можете видеть. И собственно говоря в самом-самом верху есть вот этот вот пост. Итак, небольшое введение. Как вы знаете то, что наши машины хранятся в гараже и в этот момент они, когда вы далеко от гаража, как бы не существуют. Простым примером, они точнее не загружены грубо говоря. Простым примером является то, когда вы например в GTA Liberty City Stories хотите поставить в переполненный уже гараж, допустим в гараж Портланда, где уже есть мотоцикл, призрачную машину. Чтобы просто сделать ее неуничтожим от столкновений. Если вы заезжаете на призрачной машины вовнутрь, вы не увидите своего байка, потому что он выгружен из игры, но хранится в самой памяти. Что же происходит, когда мы подходим к нашему гаражу? Когда мы подходим к нашему гаражу, машины начинают по очереди прогружаться. Прогружаться их информация, такая как их геометрия, цвета, вариации модели, их свойства, их координат, на котором они находились, ну и так далее. И только после того, как все машины в гараже прогружены, только после этого гаражная дверь откроется. И соответственно в чем же состоит баг? На PSP версии есть багованный механизм, который заставляет машины загружаться внутри гаражей, даже если вы находитесь не рядом с ними. Если одно из следующих, любое, прошу отметить, любое из следующих пунктов случается, так сказать, работает. Не знаю как это сказать по-русски. Грубо говоря, если что-то из этого происходит, то машины загружаются в гараже, даже если вы не рядом с ним. Первый пункт самый, на мой взгляд, коварный, из-за которого и теряется почти что все. Выход из интерьера, такого как сейфхауса, и если вы доходитесь около данного сейфхауса, то еще и ближайший Empire Building. Ну там эти бизнесы, да. Дело в том, что когда вы выходите из интерьера, по непонятным причинам, ближайший к этому интерьеру гараж, просто-напросто начинает грузить машины, даже если вы не подходили к самому гаражу. А также вот еще есть Empire Building, который находится рядом с вот этим вот сейфхаусом. Он тоже заставит ваш гараж, который около этого сейфхауса, прогрузить машины. Почему? Как? Никто не знает. К сожалению, видимо, разработчики что-то накосячили. Это, на мой взгляд, самый, так сказать, частый случай, из-за чего теряются машины. Следующее, это у нас покупка автомобилей. Насколько вы знаете, есть в этой игре такие иконки, где вы можете купить, например, там БТР, машину на воздушной подушке и так далее. Так вот, когда вы покупаете одну из таких машин, по непонятным причинам, в гараже загружаются машины. Поэтому лучше этого не делать. Далее, если вы начинаете какую-нибудь миссию, ведь же лэнда, там такси драйвинг, то есть под миссию, грубо говоря, для нас. Если вы находитесь около гаража, недалеко от него, и начинаете одну из этих подмиссий, почему-то гараж начинает грузить машины. То же самое касается и провала миссии, или же их отмены. То есть, если вы, допустим, проваливаете какую-нибудь миссию рядом с гаражом, или же, там, решили отменить Виджалента, то машины все равно начнут прогружаться. Ну и последнее, это прохождение миссии Leap and Bound, и работает это только для вот этого сейфхауса. В общем-то, если, как уже говорится, одно из этих условий, один из этих пунктов выполняется рядом с гаражом, то тогда машина почему-то начинает загружаться и храниться в памяти. Поэтому, если вы начнете какую-нибудь либо миссию, то они просто-напросто исчезнут. Либо они не маркированы в этой игре. Ну и, грубо говоря, что нужно делать, чтобы не потерять ваши машины. Rational Psycho Psyche пишет, что это просто. Просто каждый раз, когда вы выходите из интерьера, или покупаете машину, или начинайте миссию, или проваливаете миссию, просто-напросто проверяйте ваш гараж. Подходите к двери, давайте ей открываться, затем дайте ей закрыться. Это заставит, так сказать, гараж обратно убрать машины в память, выгрузить их из самой игры. То есть, вновь в гараже будет, грубо говоря, пусто. И, собственно, после этого вы можете идти и делать там миссии и прочее, прочее, прочее. То есть, естественно, вам не нужно проверять каждый гараж в вашем Vice City. Вам нужно проверять лишь ближний гараж к тому месту, где, собственно говоря, произошло одно из этих событий. Вот, в принципе, и все, по сути. Но есть еще небольшая пометка про маленького вилли, который находится на гараже одного из сейфхаусов, который также можно купить. Дело в том, что получается, что когда мы идем за этим маленьким вилли, у нас сразу два пункта выполняются одновременно. Это выход из интерьера, то есть, первый пункт. И второй пункт покупка автомобилей. То есть, то же самое, первый, второй, как и в списке. И это, грубо говоря, плохо сказывается на вашем гараже. И еще чаще приводит к потере автомобилей. Потому что, по сути, вы дважды пытаетесь заставить гараж прогружать. Почему это происходит, опять же, никто не знает. Поэтому лучше всего воздержаться от покупки маленького вилли вообще. И если вам вдруг хочется забрать этот вертолет, вы всегда можете найти один, расположенный на свалке. Да, то есть, не обязательно совершенно покупать его для того, чтобы полетать на нем. Ну и также сказано, что если вы попытаетесь прилететь на крышу и купить маленькие вилли. То есть, чтобы избежать, так сказать, прогрузки интерьера и выхода из него. То тогда, по непонятным причинам, игра у вас просто зависнет. Либо будет бесконечная загрузка. Так что, этого делать тоже не стоит. Ну и, в принципе, все. На PlayStation 2 таких багов было не замечено. Хотя, вот я видел, что в комментариях люди пишут о том, что у них машины исчезают иногда. Ну и из того, что я могу предположить, вы могли случайно, когда гараж был открыт, зайти в любой интерьер. Это, конечно, заставит ваши машины исчезнуть. Но других идей у меня нет. В любом случае, на PlayStation 2 это более безопасно. Но на чем бы вы ни играли, на какой бы консоли вы ни играли, я лично вам советую постоянно проверять, прежде чем сохраняться на основной слот. Делайте всегда бэкапы, резервные копии ваших сохранений. И только в таком случае вы сможете собрать себе коллекцию и сделать сейв с лучшими для вас машинами, с лучшей для вас статистикой и так далее и тому подобное. Смотря чего вы хотите добиться. Вот, собственно говоря, и все. Надеюсь, что данный ролик поможет вам. Потому что, действительно, информация очень важная. Все вместе давайте дружно скажем спасибо Rational Psyche за то, что он это все тестил, проверял, искал эти условия и так далее. И так далее и тому подобное. Огромное тебе спасибо, друг. Ты действительно спас многих, так сказать, коллекционеров GTA Vice City Store. Потому что раньше многие люди даже и не собирались начинать, пытаться что-то делать, потому что они знали, что рано или поздно гараж у них все сожрет. Но теперь, так сказать, это намного безопаснее. Вы можете сделать свой сейв. Если будете делать все аккуратно и будете делать бэкапы, то достаточно быстро, достаточно удобно, достаточно просто. Вот и все на сегодня. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был, как всегда, я, Заза. Всем, ребят, удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok